Портал Стеклой Палец Все о мобильных развлечениях на Glafi.com Всем привет, друзья, на связи GrimOptimist и сегодня у нас с вами продолжение, скажем так, нашего парада танков былой славы. Катаемся на машинах, которые когда-то мне дико нравились, но это было чертовски давно. И сегодня на повестке дня у нас, как вы уже поняли, Пантера, первая, средний танк седьмого уровня Германии. И могу вам, друзья, сказать, что эта машина меня в свое время просто покорила. Очень мне понравился этот танк. Я делал на нем 9 фрагов, это было очень круто. В то время у меня там были еще руки, еще более кривые, чем сейчас. Это просто повергло меня в шок. И такая вот моя, скажем так, любовь к Пантере, она объясняется одним очень простым фактом. В то время не было голды за серебро. То есть все танки стреляли в основном основными боеприпасами. Голды почти ни у кого нигде никогда не было. То есть максимум там самые такие скиловики возили там 2, 3, 4 максимум снаряда с собой, поскольку надо было платить за каждый выстрел, да, там по нескольку, чуть ли не рубль там с лишним улетал за каждый выстрел. И мало кто себе мог это позволить. Но сейчас, конечно, уже не так. То есть любой там заряжает голду, все нормально. Но суть в том, что тогда многие средние танки, ну, того же 7 уровня, они, ну, тяжко играть, друзья. То есть когда у тебя 150 пробоя, и ты не можешь стрелять голдой, ты попадаешь там в девятку, и ты понимаешь, что ты даже в борта там никого толком не пробиваешь. И это страдание. У Пантеры все не так. То есть орудие Пантеры, во-первых, оно дичайше круто смотрится, то есть знаменитая удочка. Во-вторых, пробитие у него почти 200 миллиметров, 198. Что на 7 уровне очень-очень много. Даже сейчас. То есть у нас с каждым новым патчем добавляются новые машины с плазмоганами, которые сейчас у нас на 8 уровне среди средних танков. Уже там пробитие по 220 у всех. На 9 по 270. То есть добавляется пробой. Но на 7 левеле Пантера по-прежнему в этом плане в паворите. То есть пробития у нее действительно много. Такое пробитие позволяет нам пробивать в любую проекцию все танки 7 уровня. Ну, кроме там британских ПТ, возможно, их надо выцеливать. Ну, имеется ввиду первая ветка, где эти черепашки всякие. На 8 уровне вы можете также пробивать в лоб почти всех ваших противников. Ну, там, конечно, нужно уже выцеливать, но все равно можно в лоб пробивать. И 9 уровне можно легко и непринужденно пробивать все в борт с этой пушки без голды. Заряжая голду, пробитие у нее, кстати, 244, что в принципе достаточно немало. Вы можете пробивать те же самые танки 9 уровня спокойно в лобешник. То есть в плане пробития у машины нет вообще никаких проблем даже сейчас. Вот. Но, конечно, за это нужно платить, за такое высокое пробитие. И в остальном эта машина, конечно, уже не настолько хороша. Во-первых, динамика у нее достаточно посредственная. То есть, ну, как на СТ. Конечно, танк динамик, ну, мобильный, да, понятное дело. Но, как бы, это не Т-43, не Т-20 далеко. Поверьте. Значит, брони особо нету, сразу говорю. Разве что башня может там что-то выдержать. Ну, бывает, конечно, светляки там не пробивают при постановке танка ромбом. Там какие-то, какая-то мелочь может вас не пробить. Иногда бывают дурные рикошеты, но в целом на броню на нем рассчитывать нельзя. Это я помню даже с тех времен. И я думаю, что вряд ли что-то изменилось. Обзор нормальный. Запас прочности, кстати, довольно большой, как для среднего танка 7 уровня. 1300. Это серьезно достаточно. То есть не может просто не радовать. И, ну, оборудование у меня как-нибудь стандартное стоит. То есть расходники тоже стандартные. Экипаж я два перка оставил для 7 уровня, считаю, нормально. То есть это ремонт, лампа, перки на стабилизацию, на динамику, на обзор и маскировка просто потому, что больше ничего тут не поставить важного, скажем, нужного. Вот такие вот дела. Ну и давайте отправимся в рандом. Мне очень, друзья, интересно, как этот танк играется сейчас. Да, уже по прошествии, черт знает, сколько, три года почти прошло уже с того момента, когда я последний раз играл на Пантере. Я специально записываю именно первый бой. Я могу, конечно, сейчас отыграть 20 боев, набить руку, все вспомнить. Буду играть лучше, но так как-то не, ну, не знаю, не настолько, как это, ну, нет такого накала страстей, что ли. То есть не настолько мне даже интересно будет это записывать. Так, кино у нас в степи, мы в топе, да, и две артиллерии, да, которые достаточно опасны. Особенно Буратос может меня, ну, теоретически даже ваншотнуть, если ему повезет. Значит, поедем мы, наверное, друзья, с вами на правый фланг, так как, так, тигр что-то у нас не прогрузился. Я не знаю, видимо, с интернетом у человека проблемы бывают. Ну, а мы поедем, говорю, еще раз на правый фланг. Там есть возможность неплохо пострелять. Пушка точная, да. Забыл сказать, что альфа-страйк у нас, по-моему, 135, если я не ошибаюсь. Да, 135 пробиваем, ну, пробитие 200, что, в принципе, ну, нормально, учитывая, что перезарядка 3,5 секунды, да, конечно, это ДПМ не очень, то есть он не самый большой далеко, но нормально, нормально, друзья, то есть особых проблем в плане, там, ДПМа нет. Конечно, играть от альфы на нем нельзя, то есть, там, выкатиться, дать альфу, закатиться, это не совсем то, то есть на нем нужно именно вот по ДПМчику настреливать. Это уже, ну, проверено, скажем так, и я вот, честно говоря, мне не нравится то, что у нас совсем как-то все действуют. Попадание. Вот так. Так, не стоим на месте. Ни в коем случае нельзя стоять. Так, я все-таки надеюсь, что наши тут подъедут, я в соло-то тут ничего не продавлю, я думаю, вы понимаете это. То есть, тут мне нужна помощь все равно. То есть, как вы видите, без проблем пробиваются лбы башни, то есть, в плане, говорю еще раз, пробития все просто супер. Да. Жаловаться вообще ни на что. Товарищ там один позасветился и, наверное, мы сейчас... Так, это, конечно, опасный парень. Не пробил. Блин, я под артой стою, это плохо. Мне очень не нравится, что наши слишком пассивно действуют, то есть, они вообще ничего не делают. Давай, Т8, вперед. Кто из нас тут с броней? Так, Чаффик прорывается по центру. Думал, вдруг там засветился этот на 34-85. Так, и они сейчас, наверное, попробуют рашнуть, но это не страшно. Пока у нас здесь Т8, все в порядке. От черта. Это плохо. Да, накидали там ребята. Я, слава богу, ничего не словил. Это мне еще повезло очень сильно. Так, да, нужно отъезжать. На самом деле. Откатываемся. Пока все под контролем, еще ничего страшного. Но, к сожалению, вот наши... Черт. К сожалению, наши на том фланге слишком действуют пассивно. Черт, пушка, конечно. Не очень приятно, конечно, то, что... С той стороны кидают. Я, конечно, кучу хп потерял. Ну, как вы видите, то есть пробивать вообще несложно противников ваших. Я еще все счастливы под артой, кстати, если что. Мне не нравится то, что... Наша очень-очень-очень действует пассивно. Я, конечно, стараюсь вот как-то это исправить, но... Учитывая, говорю, что я еще и под артой, которая, слава богу, по мне не стреляет. Так, он на гусле, нужно его разбирать сейчас. Да чтоб тебя! Какого черта он не пробивается? Ну, нормально, мы неплохо наваляли. Да, в принципе, кое-как отдефил. Вот, кстати, видите, я говорил про дурные рикошеты в начале боя. Вот, пожалуйста. То есть, бывает, иногда, конечно, броня выручает, наклон. Да, при грамотной постановке корпуса иногда бывают рикошеты. Но, еще раз говорю, слишком сильно я бы не стал на них рассчитывать. Ну, уедь ты оттуда, че ты там стоишь-то? Я вот не понимаю, вот стоит и перестреливается, еще и боком стоит. Заехал сюда, да и все. Не попал. Накидываем. Играем через башню. Кто его добрал-то? ПВшка все-таки добрала. Ну, кстати, как ни странно, мы отдефили, да. Я, конечно, не очень хорошо сыграл, но все-таки накладывает отпечаток то, что танк незнакомый. То есть, я совершенно забыл уже, как на нем играть. Но, вроде как, что-то сделал, да. Давайте посмотрим на результаты. Мне кажется, что более-менее нормально для первого раза. Вторую степень. Пару медальки. Медалек. Сейчас медалек столько, что ими можно обмазываться просто. И они как-то ценности потеряли. 1300 опыта, почти 33 тысячи кредитов. Нанеса 1800 урона. Ну, для первого боя я нормально считаю. Тем более, в топе вполне пойдет. 25 тысяч чистыми. Нормально. Ну, давайте еще один бой откатаем. Нормально. То есть, да. Я вот сейчас... Пантерка, ну, по крайней мере, вот в топе. Норм. Опять в топ кинулась. Что ж такое-то. Ладно. Сейчас скажут, что подстроил все опять. Я хотел попасть против восьмерок. Против девяток там, конечно, страдания будут. Это понятно. Но против восьмерок, мне кажется, вполне нормально может быть. Я вот думаю, куда поехать. Блин, я озреспил так еще неудачно. Так, я что-то не хочу на гору ехать, потому что больно далеко меня озреспило. Пока я до туда доеду, там уже, ну, противники займут, скорее всего, все позиции. Поэтому я, наверное, поеду на железку. В принципе, не самый плохой вариант. То есть, чем хороша Пантера, что вы не паритесь. То есть, там, Т29, еще кто-то. То есть, вы всех пробиваете. Вообще не можно, ну... Как бы, этот аспект при попадании в топ можно вообще не рассматривать. То есть, в плане брони. Да. Все нормально. Так, так, так. Черт, его знает, что делать. Ладно, попробуем что-нибудь. Конечно, на горке мне было бы комфортнее. Но, еще раз говорю, то есть, больно далеко меня зареспило. У меня динамика все-таки не самая лучшая. И пока я до туда доеду, уже... Будут проблемы, скорее всего. Так, я все-таки что-то... Сюда не хочу ехать. Вот Е25 там может встать, потому что у него хорошая незаметность. И он сможет там накидывать, да, долго достаточно. А я сразу засвечусь, и по мне сразу начнут накидывать. Да, и, ну, закончится все довольно печально. Поэтому я, наверное, попробую... Пипец, не пробил. Да что ж такое-то? Это что за танк-то вообще? Блин, это кто вообще? Тигр, что ли, там, или кто? Да, тигр там, е-мое. Что ж он там делает? Да, наполучал чуть-чуть, наполучал. Ну, нормально, ничего страшного. Все под контролем. Так, тигр выезжает, или что он там? Тигр спрятался. Надо продавить здесь, то есть тут как бы... Ну, они там, собаки все спрятались. И сейчас сделать что-то с тигром будет очень сложно. То есть, учитывая, что у него... Очень-очень много здоровья. Да, и ДПМ дикий. То есть, накидывать ему будет довольно сложно. Я, наверное, помогу нашему Орликину сейчас и... Вдвоем мы их разложим. Тут еще Яга вон подъехала, Ягпанзер. Нормально. Как вы видите, то есть я постоянно свечусь. То есть... Танк очень сильно светится. Еще разок успею накинуть. Нет, не успел. Тоже, конечно, перезарядка 5 секунд у него. Да, блин, буду и не то попадать. Да, неудачно он стоит. Тут как бы только в командирскую, если ему... Накинуть. Он спрятал там почти весь корпус. Блин, наши все что-то... Ну, хорошо, что бой быстро прошел. Я еще хочу один откатать. Пассивно я, конечно, действовал тут. Слишком возможно, да. Но еще раз говорю. Да чтоб тебя, а! Тигр, конечно, азкий танк. Да, блин. Умирать не хочется просто. С Тигром, короче, не надо перестреливаться. Это я уже понял. Тем более он там грамотно стоит, а я там, по сути, в поле. Ну да ладно. Говно бой, я плохо сыграл, но не суть важна. Хорошо, что он быстро закончился. Мне очень интересно попасть сейчас куда-нибудь в восьмерку или в девятку. Да, попробовать. Это было бы действительно любопытно. Ну, как бы плохой урон, плохой. Все плохо. Надо было на горку ехать, и фигню не мается. Уже сто раз убеждался, что на этой карте, конечно, гора... Да что ж такое-то, блин, третий раз в топ подряд кидает. Ну ладно, тогда попробуем здесь хотя бы нагнуть, чтобы хоть какой-то эффект был. Пипец, три раза в топ у меня такое на основном аккаунте бывает, я не знаю, раз в пятилетку. Тут, блин, просто... Что не записываю, видос постоянно в топе. Уже бесит даже. Какой-то, какой-то капец. Главное, суть-то пантера, она в топе-то не раскрывается. То есть тут, ну... Ее фишка-то в том, что она восьмые уровни может долбить без голды, как бы, да? Это четко. А то, что в семерке, ну понятно, что она тут всех, как бы, пробивает. Тут почти всех-всех пробивает, как бы, нет тигров, там... Даже Т-43 тот же самый, она почти всех пробивает. Так, так, так. Ну, наверное, на центр, наверное, хотя три арты, конечно, жестко, но... Что-то уж стоять-то как-то не хочется. Ну, динамика, кстати, не такая уж плохая. Мне казалось, что хуже будет. Вот вторая пантера, она медленная вообще. А первая так ничего едет? То есть, ну, нормально. И меня никакого бэдхёрта из-за ее медлительности нет. Ну, конечно, все поехали вниз. Твою мать, а. Ну, что за люди? Вообще не понимаю. Ну, давайте, рашьте тогда, чё. А раз уж такие все умные. Чё, фиг, блин, я бы по 50 метрам, похоже, да, засветил. Плохо. Плохо, плохо, плохо. Плохо. Ладно, попробуем отсюда понакидывать. Назад. Под КВ-2 мои планы точно не входят подставляться. А у нас на вход вообще никто не поехал. Ну, команду, конечно, трешак вообще. Вы понимаете уже. Углов нет наводки особо. То есть, вы видите, что проблема. Да, шо ж такое, буду где-то пробивать сегодня. В качельке, конечно, поиграть можно, но... Бывает, ты не пробиваешь, конечно, говорю. При неудачном всяком попадании. Ещё разок успею кинуть. Нет, не успел. Повезло, что не пробил меня. Я на каточке пытаюсь держать. Так, Шерман. Сейчас нужно быстрее действовать просто. Блин, да что ж такое-то, а? Добрали, всё. Так, ну что, сейчас наших там... Вот, твою мать, а? Это что? Это что, мне кумулем, что ли, захерачило? Или ББшкой? Пипец, я отхватил вообще. Я же говорю, КВ-2 нельзя недооценивать. И наши все слили... Все поехали вниз, и все слились там. Там врагов не было вообще, в принципе. То есть, кому они там слились? Да ёперный бабай, а. Сейчас сзади уже придут. Они ещё и фуловые там все приедут. Ну, понятно, там никого не было, в принципе. Логично. Потому что они фуловые. Углов вообще не хватает, конечно. Страшно. Я ещё и жопой к артиллерии стою. Ой-ой-ой. Отлично. ББшка. Не пробил он меня ББшкой. Блин, я тут один вообще остался на центре. Это жесть. Да всё уже. Не успел даже не починиться ничего. Ну, бывает, да. Не повезло. Ну, команда вы видели. То есть, это просто... Я такой первый раз вижу, что все вниз поехали. Рашить никто вообще не остался. И главное, они все через низ забрались наверх. Вот, видимо, где-то посмотрели, что так можно делать. А так не нужно так делать на всех танках. Это тактика для среднего танка. Не надо на тигре туда ехать. Ой, ладно. В общем, суть какая. Итог. Пантера в порядке. Нормальный танк по-прежнему. Конечно, если рассматривать какой-нибудь, там, Т-20 на голде, там, ну, сами понимаете, что не очень. Но то, что не надо особо стоять голдой, это, конечно, хорошо. Нормальный танк. Особо, как бы, никаких проблем я с ним не заметил. Очень мне не хватает на нем углов наводки. Но это моя такая уже любимая, скажем так, болезнь. Я терпеть не могу танки без углов. И в данном случае это, конечно, не очень хорошо. Но в остальном, то есть, пробитие есть, динамика вполне в порядке. Какая-никакая броня есть. То есть, фугасами вас пробивать не будут. Да, и танк, в принципе, достойный. Вообще, ветка вот этих немецких средних танков, она не такая уж плохая. Единственная вот машина, которая мне категорически просто не понравилась, это вторая Пантера. Вот сейчас я на ней просто пробовал играть. Совсем что-то она не такая, какая-то не такая, как я ее помню. Если первая Пантерка норм, да, то есть, ну, нормальная машина вполне. То вторая, она просто не зашла. И дальше, в принципе, ну, Е-50, я уже делал по нему недавно видос. Нормальный танк, хотя, конечно, на любителя. И Е-50М замечательный средний танк. Очень хороший. То есть, ветка, в принципе, комфортная достаточно. Давайте, кстати, глянем, былиненько, что там до нее. Да, то есть, так, так, так. Ну, вот, я не помню, там надо, конечно, смотреть ветку исследований. Но мне просто самому любопытно, там же что-то меняли вроде как. И будет любопытно глянуть, что до нее. Так, 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 где Пантера, 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 Пантера. Блин, а где Пантера-то? А, вот. ВК-3002М. Кстати, да, это хорошие танки. Это, я помню, очень хорошо эту машину и вводили. Действительно, да, достойная машина. До нее идет ВК-3001H. Тяжелый танк без брони, но с отличной пушкой. Ну, до этого уж там мелочь особо не будем рассматривать. То есть, ветка хорошая. Если кому-то нравятся вот такие немецкие средние танки, то можно прокачать без проблем. Ладно, не будем затягивать. Всем вам большое спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на канал. Ставьте большие пальцы, друзья. Скоро увидимся. Всем пока.